Привет, привет, геймеры! Гринлунд на связи! Сегодня мы играем в черепашки-ниндзя-легенды и отправляемся с вами в страшный черно-белый мир оригинального комикса. В оригинальном комиксе мы будем сражаться с огромным мыши-роботом, с огромным маузером и с самыми оригинальными, с самыми, наверное, жесткими версиями черепах, с черепашками Кевина Истмана и Питера Лерда. Именно теми, которых изначально придумали отцы-основатели черепах. И команду мы наберем вообще разную. Возьмем Майки Никовского, возьмем Леонардо Видение, Вижн Квест, Возьмем Донателло Мага, игрового персонажа Ларп. И вообще возьмем классического Рафа из мультфильма 1987 года. Вперед в атаку черепашки в черно-белый мир комикса. Действие начинается на крыше. Вот они выпрыгивают, наши герои. И уже пять маленьких обычных мыши-роботов готовы задать нам хорошенькую трепку. Давайте сразу же прокачаем уклонение Майкинам своим зажигательным танцем это сделать. Еще и критический урон повысил трем своим друзьям. Так, мыши-роботы сейчас сделают ход конем. Не, не сделали. Там кто-то из них умеет броню ставить на всех. Мне кажется. Но они не поставили. И это их ошибка. Они поставили себе отдаленную лечилку пассивную. Но мы сейчас это быстро поправим. Леонардо подбрасывает такой тыквенный кувшин с какой-то жидкостью. И эта жидкость не позволит мыши-роботам лечиться. Вот. Дон нас прокачает немножечко. Мак Гендальф Дон. Так. Вот броню всем прокачал. Мы практически только что стали непобедимы. Броня, уклонения. Вообще мега крутые черепахи. Быстро топчем мыши-роботов. Которые просто не успели выставить броню. Вот он. Вот он. Этот чувак, который допустил ошибку. Он умеет выставлять броню. И он ее не выступил. Теперь лежит, отдыхает. Голову сложил просто на покрытие крыши и ждет, пока мы его расколбасим. Вот и все, дорогой наш мыши-робот. Так, красивые переходы, как будто со страничек комиксов. И мы спустились на крышу чуть пониже. Предыдущий Маке берет яйцо-дымовушку и заряжает ниндзя-фуд по его яйцам. Так, и быстренько стрелой добили его. Отлично. У ниндзя-фуд оригинальных у них есть способность, стойкость. Они, да-да, чуваки, у нас броня, еще и вы просто промахиваетесь. Они, даже когда получают урон, который должен был бы их уничтожить, они остаются живы с минимумом жизни. Так, а вот он, Рафаэль, 87-го года. Ему, наверное, наименее комфортно в этом жутком черно-белом мире. Его вселенная намного веселее. И там на каждом шагу попадаются вот такие водяные колонки, которые можно использовать против врагов. Это клево, эффективно, а самое главное, весело. Мульт 87-го года, он такой веселый, позитивный. Поэтому Рафаэль тут, конечно, не в своей тарелке, но вот видите, вот он устоял. Вроде как жизни мало, Маки ему дает такой серьезный урон. А чувак стоит, ждет, пока Донни его своей магической палкой прожарит. Опа, а тут у нас оригинальные черепахи стоят, ждут. Ну-ка, Раф, покажи-ка им. Лови, Майки, люк канализационный. Нью-Йорк-сити. Красота. Минус оригинальных черепах в игре Легенды в том, что никто из них не умеет лечить. Поэтому их команда против нашей просто без шансов. А у нас еще и Маки уклонение прокачивает. Это отличный навык Маки. Так. Что сделать Леонардо? Он, пожалуй, уберет Микеланджело оригинального. Нет, выставил Микеланджело и сразу же спрятался. Ушел в сумрак. Теперь мы его атаковать не можем. А, можем зато атаковать всех остальных ребят. И у нашего волшебника Донателло есть вот такие огненные шары ярости. Тут Раф заряжает своему оригинальному брату ногой. Майки доводит дело до конца. Давайте Дона еще приберем. А, обоих приберем. Вот этой массовой атакой. Душ из тыквенной бутылки. Фига себе, они выстояли. Вот. Лео принимает удар на себя. Ну, пожалуйста. У Лео тоже прокачана выносливость, как и у Ниндзя Фуд. И посмотрим. Вот он, оп. Видите, получил урон критический, но выстоял. Потому что прокачана у него выносливость. Но Раф классический промахнулся. Ну ты, Лео, конечно, крутой перец. Третью атаку. Только с третьего раза мы его вынесли. Да, жестко. Леонардо, пожалуй, нам выставит защиту. А ну-ка, броня. Никому не досталась броня. Броня только у Майки светится. И слабенько атакует Донателло, Рафаэль. Исправляй ошибку, брата. Есть. Забегаем мы на стройку, ребята. На стройке возле какого-то экскаватора. Или, возможно, это такой трактор с таким шаром для разрушения домов. Ну, не поймешь. У нас ни ковша не видно, ни самого шара. Это какая-то гусеничная техника строительная. Большая. Красиво выглядит. И Маузер, мыши-робот, огромный стоит, качает башкой. Получает от Майки, получает от Лео стрелу прямо в лапищу. Вот так он атакует. Оп. Забрал он броню у Майки. Давайте Донни выставит броню. А вот Донни всем броню выставляет. Донни не жалко. Раф, пожалуй, атакует мыши-робота. Пам. Промахнулся. Раф, что-то у тебя сегодня с прицелом дружище творится. Ну, мы говорили, что он себя тут в этом мире некомфортно чувствует. Вот он и доказывает это. А вот тебе парочка стрел. Даже пара-тройка. Прямо в пузо металлическое твое, Маузерское. Ну что же, у Майки сработала броня, а сейчас у Майки сработает. Но он чакий. Получай, Маузер. У нас в команде трое чуваков могут лечить. Это так само по себе получилось. Донни может лечить, Раф может лечить и Майки. У нас только Лео не лечит. Но нам не нужно лечиться, потому что мы реально очень забронированные, очень крутые чуваки. Оу, колонка вернулась. Давай, водичкой, водичкой. Маузер хочет пить. Открывай рот. Пошире, Маузер. Выставил, живучий какой. И только стрела Леонардо прикончит этого босса. Да, ура, ура. Мыш-робот перевернулся. Кверху пузом, я хотел бы сказать. Но он как-то кверху, кверху задом перевернулся. Ну, как есть, ребят. Вот так мы победили этого мыши-робота. Набрали немножко опыта, набрались. Вот, это был восьмой уровень сложности. Все клево, ребят. Надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментах, читали ли вы оригинальные комиксы Истмана и Лерда. Их сейчас Illusion Studios выпускает. И очень клево у них получается. Поэтому, если не читали, обязательно почитайте. А с вами был Гринланд. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Пока-пока.